Девушки отдыхают А впускают таких голодранцев Меня зовут Геральт Пат Грубер, я принимаю старт Ты же драться будешь? Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиги и на землях Велена организуют поединки В каждом месте свой чемпион Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противников Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиги и Велена Получит почетный титул чемпиона чемпионов Я готов Вы слышали? Поединок начинается Наш чемпион Арчибальд Тунейл выйдет против Геральта Начали! Человек А! 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 Дамы и господа! У нас новый чемпион, который только что сверх с дрона Арчибальда Унейла! Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Теперь ты можешь бороться с одним из двух чемпионов на выбор. С Копром или с капитаном Мортимером из Храмовой Стражи. Держи награду! Ежели тебе сегодня кто же упустили, завтра за нее же укусим. Вот холера! Чего-нибудь осу... Осторожней! Отдожрались за пятняцкий счет. Вот он им теперь брюхо-то им потрошит. И глазище вырывает. И мы просыплены без зрениям не глядели. А, да. И я уже где-то про это слышала. Эх, и жить не хочется. Наш мир сгорит! 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 Вот! Так, я вчера дожрался, что сегодня... Ну вот, пожалуйста, еще один страшило. Фу, ничто не причиняет такой боли, как что-то. Эх, господин, ничего говорить. На спине колчан носят, а не мечи. Любитель! Ну и что, починил? Нет. Сказал, что Агрисом ошибся, что здесь вареники делал. А Йонас божился, что это меч работы Хатори, гарантия качества. Вот скотина. Милый, а что у тебя такие седые волосы? Хочешь перепихнуться? Тебе, девочки. Мальчик, почтение старшему охотнику за колдуньями и господину Сумье. Давай нам то же, что всегда. Разумеется. Если и дальше так пойдет, я вам скидочку сделаю. И хорошо. Люблю трахать-трахать. А в нормальном бардере бабы с тремя сичками запрещены. Тебе, девочку? Как же было дело с Фольтестом-то? Можем сделать это здесь? Помоги у Бога! А когда ты последний раз мыл голову? Ну вот, пожалуйста. Ещё один страшило. Фу. Весь день я, мне, моё. Самолюбы. Как же было дело с Фольтестом-то? У кого сегодня денег хватит на Ведьмака? Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. А когда ты последний раз? Ты месяцев, тому что не жisterим к Helpur. Тебе чего?! Тише моя старая Сукубика. Вольно? Прог Round 1 Subtitül .... У сарая петухи жалобно запели Сейчас оденусь и верну Нет у меня сейчас времени Ну и заварил ты кашу в этом самом лок-муине Давайте, чего тут думать? Я бы тебе советовал все это выбросить в канал Говно у тебя на прилавке, а не товар Мы можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Муррр Мне с утра можно Мы живем в материальном мире Можем сделать это здесь Или пойти ко мне Эй, красавчик Эй, красавчик Хочешь перепихнуться? Ну так так Покусаешь меня, волчонок? Тьфу Отпал Что поделаешь? А может, его и лошадьми рвать будут? Откуда ты об этом знаешь? Ну так как? Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что ж тут странного? Ты странный брат. Все знают, что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори начистоту, у тебя в штанах точно все, как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Я хотел бы кое-что купить. Я бы лучше сыграл в карты, а для этого нужны только руки. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и улыбка Как лопнувший шрам А как я сейчас повеселиться Мы живем в материальном мире И я? Мне с собой взять какую-нибудь подругу для компании? Нет Мы-то думали, что нас будет двое Ну да Вы такие пьяные, что один бы точно не управился Даже с девственницей Мне как раз сестра говорила, что в город Ведьмак приехал Она была права Хочешь меня? Зачем ты здесь работаешь? А что тут такого? Ты когда-нибудь думала, что будет с тобой лет через пятнадцать? Надо думать, я открою свой бордель Я уже денежки откладываю Не нравишься Я бы провел с тобой ночь Я тебя не разочарую Спасибо за субтитрым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Травы. Травы. Трец, хорошенький цветочек, от болей помогает, а пригоршней-то кучу народа перетравить можно. Очень полезное растение. И в самом деле, что еще посоветуешь? А сам посмотри, молодой человек. Раз уж ты в этом понимаешь, я тебе даже заначку из-под прилавка достану. Мне нужны кое-какие травы. Субтитры добавил DimaTorzok И часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Субтитры добавил DimaTorzok 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 Здравствуй. Ты это видишь? Ну и ну. Ба! Ну и... ну и водят меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идите вместе! Храк! Ха-ха-ха, мочки! Лишь бы мой работу нашел. Красавица, а что надо делать, чтобы такая бледная морда была? Тоже хочешь подзаработать? Отцепись, лодырь. А ты ж пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тоже хочешь подзаработать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тоже хочешь подзаработать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Славными днями всего сердца. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только работы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-то у меня поясницу прихватило. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Скидок нет, кредит не даю Скидок нет, кредит не даю Ну и ну, вот ты чучело Добрый день Это ж ясно, как вечный огонь Работу у нас отнимают Иди, иди сюда Не десь ты его под меч Мила Цветейший огонь Ну и ну, вот так чучело Костер, вот что тебя ждет Ошибка природы Красава А что надо делать Это ж ясно, как вечный огонь Вечный огонь осветит вам путь Здравствуй, бродяга Работу у нас отнимают Эти беженцы Тимерцы Работу Работу Мой дядя ездит с цирком, потому что умеет глотать мечи А ты умеешь? Эх, господин, чего говорить? Говорили, острова ведут войной с черным Хрен там они ведут Чудо, что вы вообще вернулись Не все Сучьи пираты Оу Оу Ай Ай Только у меня Акция Один товар по цене двух Ну как же так? У тебя вульгарность написана на лице Люди Пожалеете Охота тебе была целую ночь шлюшек исповедовать Боги Ты же весь бред на достальность За мной пришла Сперва Да нет же, ты первый Я настаиваю Это для меня Большая ч... Пропустить тебя вперед Нет Последний раз тебя первого вышвыкнули Вот ты и иди Мастер, не помог бы ты добрым людям А то нам как раз на кружечку не хватает Мы как-никак Примеслу коллеги Вы же мастер-ведьмак Нет? А мы оба мясники Вы рубите И мы рубим Только ведьмакам платят больше Им ведь и целые деревни скидываются И богачи грошей не жалеют Что-то мне попадались злые богачи И неправильные деревни Ну не заставляй себя упрашивать Мастер Ведьмаки всякой людям в беде помогают Мне кажется, вы устали Вам, наверное, уже пора домой И... И правда, что? Мы уже два дня так пьем Да Дело, ты говоришь, мастер Пора домой О-о-о Стражников берегись Они хуже разбойников Стражников берегись Ибо ты – свет негасимый. Грёбанный ведьмак, собака сраная. Субтитры сделал DimaTorzok Иерарх Хемельфард призывал всех жителей явиться на казнь. Да что мне до Хемельфарда? Он обжора и пьяница. Тише ты! А то, как тебя услышат, ещё и третий костёр сложат. И это называется вольный город. Теперь тут один только ужас правит. Иди себя прилично, хулиган. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за неё живут. Ты сможешь ему столько захватить. Чего это? Прошу! Прошу! Что у тебя там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предлагаю сыграть в Гвинт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Карла. Его превосходительство Кирус Энгелькин Химмельфарт, иерарх Вечного Огня. Заказ от храмовой стражи города Новиград. Люди. Недавно несколько командиров храмовой стражи были жесточайшим образом убиты. В отношении этого преступления было заведено расследование, и виновный скоро ощутит на своей шее стальные клещи справедливости. Всякого, кто готов помочь стражникам выследить и покарать убийцу или убийц, что не исключается, просим обратиться на ближайший пост стражи. Возможно, награды. Также уведомляем, что всякий, кто помогает бандитам или укрывает улики, совершает преступление и будет наказан пыткой, тюремным заключением или смертью. Сержант Гилберт Витшки. Гвинт. Вим Вивальди Шулер. Всем игрокам в Гвинт. Краснолюдский банкир Вим Вивальди, Пройдоха и Карточный Шулер. Прибегнув ко всяким приемам, которыми так часто пользуются нелюди, он заставил меня проиграть, после чего, не дав мне шанса отыграться, потребовал мои карты. Всякий, кто вздумает с ним играть, сам будет виноват в своих несчастьях. Доброжелательно. Извещение о смерти Иоахима Шванга. Досточтимые горожане, с глубоким прискорбием, извещаем вас о скоропостижной смерти Иоахима Шванга, заслуженного сборщика налогов Новиграда. Церемония кремации останков пройдет в конце этого месяца. Магистрат вольного города Новиграда. Постскриптум. Поскольку семья Иоахима Швана не дала согласия на публикацию адреса, соболезнования просим высылать на адрес ратуши. Постпостскриптум. Просим воздержаться от отправки писем оскорбительного содержания. Важно. Товары руками не трогать. Тронутый товар считается купленным. Магистрат вольного города Новиграда. Фестиваль Нильфгардской культуры отменен. С сожалению, сообщаю, что в свете последних событий было принято решение отменить фестиваль Нильфгардской культуры. Посол он их не только обогатится, но и послужит борьбе с ересью и развратом. Поилипу эти дрова пойдут на костры для чародеек и прочей мерзости. Его превосходительство Кирус Энгелькин Химильфард, иерарх вечного огня. Уроки этикетов. Каким ножом едят рыбу? Прилично ли даме в жару ходить без чулок? Бокал с белым вином нужно держать за ножку или за чашу? Те, кто стремится попасть в новиградское высшее общество, получат ответы на эти трудные вопросы у графини Нулга, всемирно известного эксперта по светскому этикету. Меры и весы. В связи с постоянными недоразумениями на городском рынке напоминаем вам об официально используемых в Новиграде единых мерах. Одна сажень – три локтя. Один локоть – два фута. Один фут – 12 вершков. Один гарниц – 4 кварта. Одна четвертина – 8 гарнцев. Один бочонок – 4 четвертина. Один фунт – 16 унций. Один стоун – 25 фунтов. Один сентнер – 4 стоуна. Просим всех покупателей и продавцов использовать эту систему мер. Жалобы на сделки, заключенные в других единицах измерения, рассматриваться не будут. Магистрат вольного города Новиграда. Требуется портретист. Ищу художника, который напишет портрет моей дочери. Портрет этот нужен, чтобы выполнить условия помолвки, заключенные семьей молодого человека из Ковера. Учтите, что картину нужно писать без излишнего пристрастия к реализму и постараться выразить все достоинства моей единственной доченьки. Мартин Эрхардт. Напоминание. Достопочтенные горожане, прежде чем опорожнять ночные горшки и помойные ведра, не забывайте предупреждать о своих намерениях, проходящих под окнами. Магистрат вольного города Новиграда. Взаймы за минуту. Нужны деньги прямо сейчас? Проклятые нелюди в банке Вивальди говорят, что ты не кредитоспособен? Приходи ко мне. Никаких бумажек. Никаких вопросов. Кредит в хакландских франках. Ханна Юкер. Годовая ставка 700%. Осторожней. Пройдохи, который каждый вечер сыт мне на входную дверь. Если ты это читаешь, читай внимательно. Я купил себе на рынке отличный красновидский самострел и буду сидеть у окна день за днем до конца света и ждать тебя. Если не хочешь получить стрелу в жопу, вали и ссать в другое место хулиганская морда. Ольбрах Твигерман. Жупница 1-3. Разыскивается Трис Меригельд. По сообщениям очевидцев, в вольном городе Новиграде находится Трис Меригельд из Морибора, известная как 14-я с холма, участница печально известной лужи чародеев. Все, кому что-либо известно о ее убежище, планах или сообщниках, по законам божеским и человеческим обязаны немедля сообщить об этом на ближайший пост городской страже. А тот, кто поможет ведьме и предоставит ей кров или пищу, будет сожжен вместе с нею. Объявление цеха бронников. Гильдия бронников напоминает о следующем. В Новиграде никто не может ковать и продавать латы, кольчуги и шлемы, пока не вступит в цех и не предъявит свидетельство мастера. Цеховые мастера должны отдавать две кроны с каждой сотни в общую кассу. Тот, кто намеренно уведет ученика у другого мастера, пусть половину его заработка платит цеху. Тот, кто продает кольчуги и шлемы из железа под видом стальных, будет вычеркнут из списка мастеров цеха. Тот, кто придет с оружием на собрание цеха, в наказание должен внести в кассу свой дневной заработок. Брачное объявление. Вдовец, 60 лет, хорошего телосложения, среднего роста, с низаурядным интеллектом, владеющий состоянием в деньгах и недвижимости, ищет старую деву или бездетную вдову, примерно своего возраста или чуть старше, желательные семьи землевладельцев. Присылайте письмо с приложенным гравированным портретом в соответствующем оригиналу на адрес, до востребования золотой город, романтику. Постскриптум. На анонимные письма не отвечу. Пост, постскриптум. Женщины старших рас, особенно низушки, меня не интересуют. Поставки проса. В следующий вторник ожидается доставка каидвенского проса на склады у рынка. Продажа только оптом. Куплю книги. Куплю книги. Содержание без разницы, лишь бы в красивых кожаных переплетах и чтоб названия золотые. Хочу выставить их в гостиной, чтобы придать жилищу вид серьезный и степенный. Торговец тканями. Гельмут Альберг. Предупреждение для новоприбывших. Сообщаем новоприбывшим, что в Новиграде можно поклоняться только вечному огню. Все прочие религиозные обряды будут считаться еретическими и, как таковые, сурово каранца. В особенности воспрещается ношение символов чужих богов, отправление посвященных им обрядов и обращение в другую веру. Его превосходительство Кирус Энгелькинд Химмельфорд, Иерарх Вечного Огня. Плыть на Скеллиге? В твоем возрасте и во время войны? Да ты с ума сошел! Любой тебе скажет! Это мы еще посмотрим. Я повесил объявление. Может, и найдемся, какой храбрец. А ты давай обратно в кресло-качалку. Если б можно было бежать куда-нибудь из этого города. Не понос так, золотуха. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то азамаре. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да никакую попало, а черную. Самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да. Только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, и с остальных. А вот обещания не сдержал. Но теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Да. Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть мне какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Оренбьерном. Оттуда всего пара шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Теперь цитрусы за Понтер драпанули вместо того, чтобы Родину защищать. А в Вазиме тоже с голоду дохнут? Как сражаться с мерзостью, которая может принимать разные обличия? Никто не может быть уверен ни в брате своем, ни в отце, ни в супруге. Взгляните на ваших соседей. Каждый из них может оказаться Доплером. Согласны ли мы на это? Позволим ли мы чудовищам и шарлатанам захватить наш город? Нет! Пусть же священное пламя вечного огня-то вершит дело очищения. Наш чудесный Новиград – жемчужина городов, оплот вечного огня. Но вот тьма поднимает свою мерзкую голову. Коварный Доплер присваивает себе облик начальника стражи. Шайка шарлатанов, вещунов и ведьм покушается на вашу чистоту и добродетель. Время покончить с этим. Время отречься от зла. Отрекаетесь ли от зла? Отрекаемся! Отрекаетесь ли от зла? Отрекаемся! Пусть же священное пламя вечного огня-то вершит дело очищения. Пусть же священник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Злу не укрыться от священного огня Огонь осветит его Сожжет, очистит Огонь осветит Сожжет, очистит Узрите Все пламени милосердия А тебе, выродок, особый костер Ты будешь гореть медленно И молить о смерти всеми голосами Страдцу Я не сделал ничего дурного Ничего Я просто хотел быть, как вы Помогите, люди добрые О, это ж добрый Молодец, Дудуин не попался Калип Менге Дым сотен костров, запылавших в Новиграде, не рассеивался И в этом мраке появилось множество кровавых палачей, строящих свое благополучие на чужом горе Это они устраивали массовые аресты заговорщиков, показательные процессы и массовые казни Калип Менге, болезненно чистолюбивый страж Храма Вечного Огня, стал одним из таковых приспособленцев Его миг славы настал, когда он разоблачил своего командира Ля Шареля, который оказался Доплером Геральт видел, как Менге собственноручно поджег костер, на котором сгорел Ля Шарель А потому не сомневался, что определение фанатичный ублюдок слишком мягкое для Менге Ля Шарель Мы с Геральтом давно знали эту тайну Ля Шарель, наместник по делам безопасности Храма Вечного Огня, умер много лет назад И его заменил Доплер, принявший его облик Никому мы не сказали о случившемся ни слова Ибо подмена эта всем была на пользу Доплер оказался созданием рассудительным, лишенным свойственно его предшественнику жестокости И это облегчило жизнь многим навиграцам К несчастью, именно миролюбие Лжеля Шареля и вызвало подозрение, когда начались гонения на чародеев Доплер был разоблачен, арестован и сожжен на костре к вящей славе Вечного Огня Фелиция Кори Бедьмак так часто оказывался не способен предотвратить чью-то смерть, что он стал к этому в определенном смысле привыкать Но о какой привычке может идти речь, если приходится с бессильной злобой наблюдать мучительную смерть дорогого человека Жестокая судьба настигла Фелицию Кори, молодую чародейку, с которой Геральт встретился в Лукмуинне Он не успел с ней по-настоящему сойтись, но ему сразу понравилась эта приятная и расторопная девушка, бывшая ученица Филиппы Эльхард К несчастью, магический талант и принадлежность к чародейской братии привели ее на костер О, извините Эй, седой рыцарь, оруженосец не нужен? На твоих мечах все еще видна кровь Не откладывай до завтра! Купи сегодня! Скажи, что шутишь? Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров! Тебе здесь нравится? Короче, ежели тебе сегодня... Из чего ты тут будешь жить? Чудович-то нету! Блевать или не блевать? Вот в чем... Лапы прочь! Само твое присутствие, я скарплю Городаки-роганки вольного города Новиграда, мастер Кройвер, то есть я, имеет честь огласить, что бриллиант Става от Крым Чемпион нашей таверны Георг Георгиус по прозванию Копер Мне кажется, я вижу претендента на поединок с Копром Мастер Кройверх приветствует претендента Геральт приветствует мастера Кройверха Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Можно подраться и с этим вашим Георгом Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Копром А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем Поговорим о деньгах Ты можешь порядочно заработать, главное слушай, что тебе говорят Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать, я просто хочу сделать настоящее зрелище Что скажешь? Поцелуй меня в жопу, мастер Кройвер Ты об этом пожалеешь А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер Пусть победит сильнейший Режь, ублюдка! Да давай, сука! Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Есть еще Мартимер, капитан Стражи У него поста Оксенфурдских ворот Расовая гигиена в этом городе На том же самом уровне Что и личная гигиена его жителей Попробуем Попробуем Так как, возьмешься за халтурку-то? Века нет Лучше выбер Мне вот, чтобы перебить куст соленой рыбы Попробуем 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 Века не видаль Попробуем Попробуем А он как ни в чем не бывало Страшником стучит Эй, Сидор А ты че такой Привет, мрачненький Что принести? Покажи мне свои товары Я не голоден А вот в Гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием Попробуем 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 Продолжение следует... 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 ну и заварил ты кашу в этом самом локмуине пойдем пить а может как-нибудь вечерком бордель из чего ты тут будешь жить чудовища нету мне ну и ну и вонят меня будет день будет пища как же было дело с фольтестом то а вы меч покажете вот с меня этой работы веди себя прилично ведьмак ты должно быть ни одной голову вздружил красавчик добро пожаловать в мою мастерскую добротная работа и разумные цены я ищу кого-нибудь кто сумеет изготовить предметы по чертежам мастера я никого такого не знаю по крайней мере в городе был когда-то хатори но он отошел отдел профессиональное выгорание понимаешь теперь пельмени лепит но я даже не знаю где ем то я только дома смастеришь для меня одну вещицу покажи мне свои товары мастер Продолжение следует... 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 Мой папочка очень не любит эльфов. Покупайте, а то завтра меня уже тут не будет. Берегите себя. Знаешь, чем пахнет Новиград. Хватит с меня. Ведьмак. Обычие нынче не в почете. Я слышал, как патрульные докладывают. Труп выпотрошен. Вечный огонь осветит вам путь. А вы зиме тоже с голоду дохли? А конские трупы... Ребятенок у меня расхворался. Снова ночь не спала. Акость какая. Ювелиры Персиваль Шутенбах и фельдмаршал Дуб. Здесь каждое колечко – то самое, единственное. По расовым соображениям Персиваль Шутенбах перенес свой магазин в Махакам. Верных клиентов приглашаем под гору Карбон. Кошелка наглая. Мужа у меня увезти захотела. И представляю себе этого города под сапогом Имгыра. У моей знакомой служанка пропала. Представь себе, стража отказывается ее искать. Интересно, что моя жена на это скажет. И как оно – отрезать башку королю? Поцелуй в замок хвост. Будьте здоровы. Осади, простолюдин. Ты с цирком приехал? Тебе здесь. Твоей чародейки. Ты славный геральт из Ривии? Я прав? Сколько налогов на стражу уходят, а они таких вот в город пропускают. Мое почтение. Мои наилучшие пожелания. Ты, должно быть, не меня ищешь. Знаешь, тут трудно сработать. Вечный огонь пылает и все такое. В одном я уверена. Религиозный экстремизм до добра не доведет. Эльская кровь, а? Ведьмак! Я, кажется, влюбился. Мечи высший сорт! А ты бы смог выковать доспех мастера? О, я хоть из-под мастерьев-то давно вышел, но за такие доспехи не возьмусь. Это тебе Верген надо. Есть там один краснолюдский мастер, Фергусом зовут. У нас в гильдии говорят, что на юге до самого Понтера лучше него доспешных мастеров не сыщешь. Изготовишь для меня кое-что? Покажи мне свои товары. КОНЕЦ Верген Третья карта Эдвина Греллафа. Третья карта Эдвина Греллафа. Сильно выцветшие заметки и иронимуса о ведьмаке Эльгаре. Эльгар спрятал несколько предметов снаряжения Школы Волка в трех разных пещерах к югу от Каэр Морхена. Он надеялся, что будущее поколение ведьмаков смогут разыскать их, когда придет время. Не откладывай до завтра! Купи сегодня! Банк Вивайки. Чем могу служить? Мне нужны деньги. Я хотел бы получить за ее. Конечно! Сейчас уладим детали. Все так просто? Госпожа Йеннифер из Венгерберга уже давно записана вашим поручителем на случай таких обстоятельств. Кроме того, у нас проверенные способы взыскивать долги. Чем могу... Я хотел бы вернуть деньги. Замечательно! Ваша кредитная история значительно улучшилась. Как идут дела? Вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку, как здоровье. Дела идут. На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде, чем Нильфгард перешел в Бонтер, я подписал контракт на доставку древесины и железа из ковера на гарантированных условиях. Так что получил на этом... Семикратную прибыль. Неплохо. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные подати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С дюжина сундуков, не бой! Ты играешь в Гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да, да, играй. Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следствует... Продолжение следует... 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 «А я... Продолжение следует... 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 «Есть... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...